Всем большой привет и добро пожаловать во французскую деревеньку Бьем-Веню. Так я называю наш городок, который находится совсем недалеко от столицы, от Парижа. Сегодня среда. Мы стали очень поздно старшей, так как французские дети не учатся в среду некоторые классы. По крайней мере в нашей школе. Ну вот, этапки сейчас пригодятся. Отсутствие у меня коробка с новой посудой. Пока Саша катается на велосипеде, я стираю белье и развешиваю на улице. День сегодня просто великолепный. Хорошо жить в деревне, когда можно сушить белье на веревках на свежем воздухе. В этом и есть, наверное, прелести деревенской жизни. Мой любимый фасон, как проводить среду. Я, конечно же, шучу, но женские дела никто никогда не отменял. Поэтому куда деваться? Если хотите чистый, красивый дом, приходится заниматься бытом. И один главный секрет, быт он будет всегда, это полюбить его или будет совсем-совсем плохо. Будем готовить обед. Саша играет со своими плюшевыми игрушками, просто обожает их. Уже взрослый мальчик, но плюшевые игрушки – это его все. Показываю немножко мой наряд. Когда мы дома, хотя мы будем дома только до обеда, на мне футболка, леггинсы или удобные спортивные штаны, джинсы. Я подбираю волосы и вот так нахожусь, хожу весь день. Я сварила суп. Сварила суп из тыквы, из каштанов, добавила копченой паприки, укропа, копченого чеснока. Получилось очень-очень вкусно. Варила уже вчера вечером. Сегодня оставила на ночь, чтобы он остыл. И всегда переливаю в суповарку. Показываю вам. Если хотите посмотреть обзор моих суповарок, у меня их несколько, то я с удовольствием вам покажу. К сожалению, это забытая посуда, но смотрится она великолепно. Я ее обожаю. Суповарки – это все мое. Готовила вот в такой машине. Мулинекс. Суп энко. Для супа у меня спрашивают. Я делала уже обзоры на нее. Она великолепная. У меня она уже лет пять. Я с удовольствием ею пользуюсь в осенний зимний период. Можно делать суп-пюре, можно делать суп классический кусочками. У меня есть также корзиночка, где просто можно отварить овощи. Это очень удобно. За 20 минут суп готов. Остается горячим. Можно выставить такую программу. И все очень вкусно. На улице солнечно. Сейчас покажу вам немножко мои покупки. Готовлюсь к холодам. К зиме. Ну и не только. Конечно, в Европе совсем другая зима. Но влажная. Я купила себе вот такие топчули. Это типа а-ля Крокс. Очень знаменитые во Франции. Когда живешь в частном доме, нужно выйти посушить белье. Сходить за посылкой к почтовому ящику. В общем, они очень удобные. Так как они из пластика, по-моему, да. Они не промокают. Напишите, кто-то пользуется такими. У нас вся семья. И с Сашей, муж, и свекровь. В общем, конечно, это обувь для деревни, для дома. Хотя стилисты обыгрывают ее в различных нарядах. И также еще одна моя покупка – это шапка. Шапки в Европе не очень-то и пользуются, наверное, как вам сказать, популярностью. Но это шапка известной марки Бальзак Пари. Когда-то я делала видео и показывала, рассказывала вам о знаменитых марках, которые сейчас очень популярны в Париже. И вот Бальзак Пари – одна из них. Очень интересная история. Я постараюсь найти видео и показать вам. То есть оставить ссылку. Это шапка из шерсти Мериноса. Ничего необычного. Но у нее очень красивый цвет. Я потом покажу вам это при домашнем свете. Камера все-таки извращает, немножко калечит, так сказать, какое слово еще употребить – цвет. Но она обыкновенная, самая простая, но очень теплая, удобная. И сейчас такие шапки на самом деле, шапки, которые каждый может связать сам, популярны. Если вы пойдете и купите в магазине шапку Бальзак Пари, она будет вам стоить евро 70. Вот. А это мое такое пальтишко из искусственного меха. Черное, совершенно простого кроя, без застежки. Пальто-халат, пальто, которое можно подпоясать ремешком. Я достаю его, потому что хочу выгулить утром, именно когда прохладно. Конечно, в холодное время года, когда минусовая температура, вы замерзнете. А так можно обыграть неплохой наряд. Я люблю такие вещи. Вещи ни к чему не обязывающие. Также очень удобно в нашей деревне пользоваться такими вещами. В общем, готовлюсь потихоньку к осени и зиме. Вот шапка как выглядит при таком натуральном свете дома. Я ее хорошенько постирала. На ручная стирка стираю всегда с шампунем, с детским или просто шампунь, который не использую. Или со специальными порошками. Конечно же, не в машинке, на руках. И вот будет мне служить. Надеюсь, мне она подойдет. Обязательно с вами потом померяем. Покажу вам наряд. Как я уже сказала, шапки носим редко. Ну, носим. Вот такое у меня было утро. А дальше продолжим лог. Я собираюсь и поехала по делам. У меня есть заказы. Саша остался с бабушкой. Сегодня утром мы с ним хорошо погуляли. На велосипеде покатались. Позанимались домашними делами. Почитали. И я думаю, что вы будете благосклонны, если я не буду очень часто и много снимать сына. Я хочу, знаю, что многие его любят, потому что, ну, потому что сейчас такой возраст, не всегда он хочет уже сниматься. А я еду за поиском моих сокровищ. Благо в нашей французской деревушке, ну, я так называю, смеясь, очень много различных комиссионных магазинов, секонд-хендов, антикварных бутиков, рассеклери, ресурсори и так далее. Сейчас я еду в один из моих любимых. Там можно найти шикарные вещи. Если кому-то нужен адрес, пишите в комментариях. Я обязательно найду точный адрес и напишу вам. Посмотрите, какое шикарное зеркало. Как вы думаете, купила я его или нет? Давно искала такое. Мне попадались самые разные, маленького размера, побольше, поменьше. Ну, и постоянно был какой-то дефект. Очень много посуды. Посуда шикарная. Посмотрите, какая керамика. Невероятная просто. Можно наслаждаться целый день. Вот говорят, что когда хобби переходит в работу, то это не считается работой, потому что ты получаешь на самом деле невероятное удовольствие от того, что делаешь. Это можно пожелать только всем. У меня часто спрашивают, кто я, чем я занимаюсь. Я частный предприниматель. Работаю на себя. Во Франции это принято. Очень многие работают на себя, создают свои просто-напросто предприятия, свой бизнес, и потом платят государству налоги. Посмотрите, Мишлен, старый справочник 1954 года. Ну и, конечно же, керамические тарелки, которые просто вдохновляют. Это не просто тарелки, это роспись. Я люблю цветное стекло. Были два стакана, но, к сожалению, всего два. И такой интересный цвет, глубокий, синий. Если бы был побольше набор, то я бы взяла, наверное, в Италию. Потому что кто смотрит меня, кто не смотрел, еще посмотрите, есть плейлист «Отдых в Италии». И там я обновила нашу спальню. Декор вот как раз в синем цвете. Видите, здесь и на улице различные люстры, мебель, шикарные стулья, даже вот вазы просто-напросто выставлены на улицу. К сожалению, многие из них уже побиты, обколоты. И для меня, как для любителя винтажной посуды, это просто очень жалко, очень. Ну, можно найти также в идеальном состоянии. Кто ищет, тот найдет. Посмотрите, какие шикарные подставки под фрукты, под конфеты, фруктовницы и так далее. Я люблю. Скупила бы все, честно скажу, но просто-напросто нет места, хотя у меня есть свой небольшой склад, но все-таки выбираю. Если кому-то что-то в видео нравится, обязательно мне пишите. Я могу вернуться и купить. Но нужно писать очень быстро, потому что все это разлетается, как горячие пирожки. Да, посуды много, но каждый раз, когда я приезжаю, даже если я наведываюсь в магазин несколько раз в неделю ассортимент полностью меняется. Ну, редко, когда остаются вещи, если они уже сильно-сильно поврежденные. Очень красивое блюдо, понравилось мне тоже. Так что писать нужно очень быстро. Вот эти старинные тарелки, я не знаю, наверное, 20-х годов, но, к сожалению, есть повреждения, есть утеря. Ну, такие тарелки тоже покупают как для коллекции, просто как для модели, для фотографий. Кто-то оформляет дома в таком стиле, кто-то делает мозаику. Мне очень понравились ножки, вот именно под лампы. Я не знаю, по-моему, они были перекрашены, но очень-очень красивые. Было две таких. И вот это интересная вещь. Я думала, что это оникс, камень, и решила уже взять, но потом уже на кассе при рассмотрении увидела дефект. У нас уже вечереет, я вернулась домой, сейчас буду готовить ужин, буду собирать Сашу в школу, и находок, конечно же, очень много. Хочется с вами поделиться, хочется все показать, чтобы вы наслаждались так же, как и я, но понимаю, что просто не смогу в одном видео, буду показывать постепенно, покажу красивые украшения, которые попались мне сегодня. Вот такая невероятная вещь. Посмотрите, это кулон, такой подвес назовем. Я думаю, тот, кто знает этот аромат, винтажные духи, узнал этот флакон. Это Л'Эр Дю Тон от Нина Рити. Флакончик открывается и вы можете нанести аромат. Аромат не потерял совершенно свою стойкость, он не потемнел, то есть шикарный аромат. Я знаю, что на инстаграме мне написали, что любят этот аромат. И вот такой шикарный подвес. Сейчас я хочу просто-напросто вам показать поближе. Флакон сделал из стекла Лалик. У меня есть зеленая брошь. Лалик это очень ценное стекло, ручная работа, невероятная вещь. Так что если кого-то интересует этот аромат, подвес, то обязательно мне напишите. Также мне попалась наша брошь. Посмотрите, я никогда не прохожу мимо. У меня уже целая коллекция. Смотрите, какая красота. Кто-то был видно в России. Здесь есть подпись 96-й год. Я вам уже показывала мою коллекцию. если хотите еще раз покажу. Посмотрите. Просто великолепие. Я не выставляю их на продажу, но если кто-то собирает коллекцию, то конечно же напишите мне. Вот. Очень красивая. Это еще не все украшения. Украшений много, но самые такие нежные. вот такая бабочка. Вставки из стекла. Эмаль. Очень красивая. Знаю, что собирают коллекции бабочек, коллекционируют. Невероятно нежная, достаточно крупного размера. Наверное, где-то высота 7, думаю, вот так. И вот посмотрите, на каком-то таком вязаном свитере будет смотреться очень-очень красиво. так что вот такие находки. Потом буду вам показывать постепенно, что я нашла еще. Потому что находок много, знаю, что не всем нравятся винтажные украшения. Но что сказать, буду помаленьку, потихоньку вам показывать эту красоту. Ну и напоследок давайте я вам покажу вот такую красоту. я еще ничего не очищала, не отмывала, просто показываю как есть. Посмотрите, какой шикарный подсвечник. Я там в зеркале отражаюсь, он просто невероятный. Сейчас я его поставлю отдельно, чтобы вам показать. Вот, посмотрите, на праздничном столе, не только со свечами вот этот канделябр будет смотреться просто восхитительно. Раз, два, три, четыре, пять. Пять свечей. Он в идеальном состоянии, конечно, конечно, он использовался и нужно его почистить. Как я буду чистить, мне нужно купить специальное средство. Очень красивая ножка. Вот, Мирор, по-моему, называется. У нас рдуки разные. Очень красиво смотрится, великолепно. Ну, и, конечно же, я не ушла без моего зеркала. Оно шикарное, просто-напросто и размер у него идеальное само зеркало, нет никаких потертостей, нет никаких дефектов. Также его нужно просто-напросто почистить и оно будет идеальным. Здесь еще этикетка, немножко пыль, но в целом оно невероятно красивое. Такие зеркала сейчас редкость. Можно найти, но в таком отличном состоянии, конечно, очень-очень редко. Хочу вам показать, как оно смотрится. Здесь вот оно поворачивается под разным углом. Такие зеркала сейчас раскупаются, потому что в Инстаграме, знаете, очень модно фотографии с такими зеркалами, украшения, вот так, рука, кольцо, но я думаю, кто-то следит за Пинтерестом, инстаграмом, то знает. Видите, задняя часть тоже в идеальном состоянии, бархат, такой бархатная бумага, красная, как бархат, в общем, все у него идеально. Вот такая находка у меня сегодня случилось. Так что буду с вами прощаться. Желаю вам хорошего вечера. Конечно же, увидимся, увидимся, мои хорошие. Здесь у меня еще много работы на сегодняшний день. У нас приятный день. Готовим ужин. И завтра мне исполняется 45. представляете, как быстро вот только было 40, уже 45. Вот. Так что увидимся завтра. Всех целую, люблю. До встречи. Ваша Светлана.